ММА, то есть смешанные боевые искусства, сейчас называют спортом будущего, а еще самым зрелищным видом единоборств. Еще бы, ведь здесь вы увидите противостояние каратистов, дзюдоистов, боксеров, хикбоксеров и борцов разных стилей и направлений. Сама идея о боях смешанных единоборств нашла воплощение в кино еще задолго до реальных соревнований. Вот классика от Брюса Ли, фильм 73-го года под названием «Выход дракона». Здесь герой отправляется на нелегальный бойцовский турнир. Эффектные сцены поединков принесли фильму 25 миллионов долларов выручки. И это при затратах меньше миллионов. Еще одной картиной на эту тему стал кровавый спорт с Жан-Клодом Ван Дамом. Тут герои участвуют в подпольном турнире в Гонконге, где помимо кикбоксинга и муай-тай, также упоминается стиль «Вале-тудо», который переводится как «все дозволено». Уникальная попытка сделать такие бои популярными в реальности была предпринята в 70-х. Мало кто знает, но знаменитый боксер Мохаммед Али согласился тогда выйти на ринг против японского борца Кадзи Иноки. За два дня до поединка было введено ограничение. Японец мог наносить удары ногой, только если он находился на полу. И вот что получилось. Иноки почти весь бой провел на полу, не подпуская к себе Али с помощью ударов нога. А боксер Али не доставал его руками, но и не решался связываться с борцом в портеле. Встреча закончилась ничьей, хотя ущерб, нанесенный ногам Али, чуть было не поставил под угрозу его боксерскую карьеру. Бой вошел в историю и повлиял на японца настолько, что впоследствии он также принял ислам, поменял имя на Мохаммед, а после смерти своего соперника даже заявил. Я искренне уважаю своего оппонента, ведь благодаря Али и резонансу нашего боя я добился многого и продолжаю развивать перспективное направление во многих сферах. По-настоящему популярными такие бои стали лишь в 90-е. Тогда, кстати, после падения железного занавеса, японские и американские промоутеры начали охоту и за нашими спортсменами. В 1995 году проводили смешанные единоборства в Киеве, в цирке выступали наши ребята. И тогда, в частности, мне американцы предлагали подписать контракт на 200 тысяч долларов в год. Но так как правила были жесткие, их по сути не было, был разрешен удар в пах, не было весовых категорий. Вероятность нанесения серьезных травм была высока. И я все-таки, свое здоровье мне было дороже, чем деньги, поэтому я отказался. В последствии с самыми зрелищными боями стали такие, где, например, огромный атлет Боб Сап по кличке Зверь мог легко встретиться с гораздо меньшим по весу кикбоксером Мирко Филипповичев. Казалось бы, шансов нет, но один точный удар кикбоксера и гигант повержен. Сейчас, конечно, правила стали мягче. Вели четкие временные рамки боя, специальные перчатки и весовые категории. Однако победителями по-прежнему становятся в основном выходцы из кикбоксинга, джиу-джитсу и тайского бокса. Об этих видах единоборств мы расскажем в следующих выпусках рубрики «Искусство боя».